Репетиция будущего Будьте внимательны, потому что то, что сейчас я вам прочитаю, это как раз репетиция из будущего, из страшного будущего, которое готовится москвичам. И вспомните те решетки, о которых я говорю. Вспомните те мои видеоролики о решетках. Нас гнали как стадо. В центре Москвы едва не случилась новая ходынка. Вы помните, что такое ходынка? А ходынка это была катастрофа ходынская. Массовая давка, произошедшая ранним утром 30 мая, а собственно говоря 18 мая по новому стилю, 1896 года на Ходынском поле, северо-западная часть Москвы, это начало Ленинградского проспекта, на окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации 14 мая императора Николая II, в которой погибли 1389 человек и было покалечено более 900. Вот что такое ходынка. Вот о чем говорится. Ходынка это страшно, когда люди затаптывали друг друга, люди топтали, люди уничтожали своими ногами друг друга. На самом деле это действительно очень страшно. И что случилось тогда при коронации Николая II в Москве? Мы до сих пор не знаем. Мы знаем только то, что выгодно было кому-то написать, чтобы народ знал именно ту правду, которую он знает сегодня о ходынке. А, собственно говоря, ничего мы практически не знаем, кроме массовой гибели людей, затоптанной той же самой толпой. Вечером 3 января с Большой Дмитровки от Театра имени Станиславского до ближайшего метро, им оказалась станция Лубянка, мы добирались ровно полтора часа. Добирались, это не совсем точно сказано. Толпа, согнанная полицией на тротуар, несла нас в дикой давке по соляной жиже в неизвестном направлении. То есть человек не мог даже выбрать направление. Просто толпа несла людей. Полицейские, попадавшие на пути, обезумевшие от ужаса и неведения толпы, махали руками в неизвестном направлении. Вернувшись домой, это пишет женщина, это пишет Ирина Мишина, я скриншот статьи даю. Вернувшись домой после трехчасового путешествия из центра столицы на Славянский бульвар, я первым делом включила телевизор. Телеканал Москва-24 сообщал, из-за большого количества переходов затруднено движение по театральному проезду улицы Петровка, Большая Дмитровка, на Кремлевской и Москворецкой набережной. ЦОД просит москвичей пользоваться метро. Но дело в том, что метро в центре было закрыто. Все входы в метро, охотный ряд, Пушкинская, были недоступны для пассажиров. О каком метро шла речь? Я один из переходов, проделавших путь от Большой Дмитровки до Лубянки. И я имею все основания полагать, что людей, пешеходов согнали в центр с закрытым метро из-за чудовищной неразберихи в маршруте, который проложила полиция. Об этом пишет Ирина Мишина. Обо всем по порядку. В 16.00 мы вышли из дневного спектакля театра имени Станиславского. Дочь попросила посмотреть площадку, она еще и с дочерью была, площадку путешествия в Рождество, которая располагалась неподалеку и на которую активно зазывали все федеральные ресурсы. Вы помните? Все федеральные ресурсы. Когда они зазывают, не пользуйтесь, потому что это могут быть ловушки. По всей Москве откроются 78 площадок. Это как раз то, что зазывало. Зазывали, зазывали на 78 площадок в центре Москвы, округах и парках. Ледовый театр в Новопушкинском сквере, школа хороших манер УЦУМа, лазер-таг на Манежной площади, керлинг на Новом Арбате. «Выбирайте развлечение по душе», было написано на официальном сайте этого мероприятия, которое обещал детям мастер-классы, катки, аттракционы и множество новогодних забавок. Рядом с этим объявлением широко улыбался мэр Сергей Собянин. Это для детей, для детей такие мероприятия, которые похожи были на ходынку, на затаптывание толпой людей. Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей, кто мог брал их на руки. Ближайшая площадка располагалась неподалеку от Большой Дмитровки, и нас буквально вынесла туда толпа родителей с детьми. На самом деле, сказка, это в кавычках сказка, оказалась скопищем ларьков, которые торговали сувенирами и едой по ценам, сильно превышающим ценники магазинов. Правда, все это под музыку. Мы с ребенком решили, что надо срочно уносить ноги из этой бессмысленной толчии. Но не тут-то было. Выход из сказки был огражден железными изгородями и полицией. Все входы, станции, охотный ряд были закрыты. Встречавшиеся на нашем пути полицейские ничего определенного не говорили. Лишь один задал направление. Идите к Большому театру, там стоянка такси. Есть шанс уехать. Вы понимаете, есть шанс уехать из скопления смерти, из этой ходынки, которая уже должна была произойти. Еще раз повторяю. На мой взгляд, но это лично мое мнение, это репетиция будущих страшных событий, когда москвичей будут сгонять, окружать весь центр, перекрывать метро, останавливать троллейбусы, автобусы, и москвичей будут брать в тиски. Но зачем? И в это может попасть каждый из вас. Вы должны понимать это и помнить, люди, и продумывайте на будущее. Продумывайте шаги отступления. Куда вы можете отступить? Забежать в подъезды, в конце концов, но не стоять на улице, где толпа будет гудеть, и топтать вас ногами. Ведь это будет обезумевшее стадо животных, которое будет нестись в своем безумии неизвестно куда. И самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог, брал их на руки. В районе охотного ряда наше движение ограничили плотно стоящие автобусы полиции. Людям перекрыли, перекрыли все движение, плотно стоящие автобусы полиции. Это репетиция будущего Ходынского поля. Примерно через час, а двигались мы лилипутскими шагами, буквально дыша в затылок друг к другу, толпа вынесла нас к Большому театру. По замыслу мэра, тут благодарный ему народ, видимо, должен был возликовать от светящихся ворот деревьев и шатров, а также прочих украшений, на которые не поскупился бюджет столицы. Тут действительно стояли такси. Я обратилась к водителям. Их ответ был однотипный. Едем по счетчику. Сейчас посчитаем, сколько отсюда до Славянского бульвара. 96 минут. Но тысячи в четыре уложитесь. Люди, имейте при себе деньги, потому что жизнь или кошелек здесь будет стоять цена вопроса вашей жизни. Поскупитесь на эти четыре тысячи. Десять тысяч будут назначать в дальнейшем. Поскупитесь, вы просто останетесь на месте и будете растоптаны толпой. Уже не скупитесь. Это мой совет. Я никому, собственно говоря, не могу это советовать или рекомендовать. Я просто говорю об этом, что в конце концов вам придется решать, жизнь или кошелек. И вот здесь будьте готовы. Вы продумывайте все решения заранее. Я говорю это вам для того, чтобы вы знали, к чему себя приготовить. Потому что такие решения, они просто так легко не дадутся вам, ведь придется расставаться с какой-то суммой денег. И женщина Ирина Мишина пишет, меня отпугнула не столько сумма, названная таксистами, сколько время в пути до дома. 96 минут. Это означало одно. В Москве очередной транспортный коллапс. И мы двинулись дальше пешком. Полицейский напротив Большого театра сказал, что открыли метро Лубянка. Это означало, что мы еще полчаса должны были проплыть в соляной жиже, толкаясь и проклиная праздники. Многие предлагали срочно звонить в МЧС. Кто-то вызвал 03. Но это бесполезно. Я когда-то сама попала в такую ситуацию, я имею в виду в коллапс, который был в Москве. Это был 1991 год. Остановились все средства передвижения по Москве. И я шла пешком. Я прошла не знаю, сколько километров. Это кажется, с Варшавского шоссе. Я шла через Кремль на Кутузовский проспект к своему дому. 1991 год. Я не стала ловить ни такси, не стала ловить никаких автобусов или троллейбусов. Троллейбусы все стояли на мосту. Перед Кремлем все были остановлены. Дальше в центр пройти было нельзя. Поэтому я приняла решение тогда идти пешком. В толпе, как вы правильно догадались, звучали всевозможные, добрые, в кавычках, новогодние пожелания тому, кто устроил людям столь экстремальное путешествие. Москвичи не готовы к тому. Но москвичи, именно москвичи, должны быть готовы. Город, который приготовили для разрушения, вы должны это знать. Метро Лубянка действительно работало. Правда, открыта была всего одна дверь. И чтобы попасть внутрь, пришлось отстоять очередь. А внутри метро нас ждали турникеты. Чтобы сесть в вагон, нам тоже пришлось отстоять очередь. Не советую, на будущее не советую. Идите пешком. Подальше, подальше от центра уходите пешком. А там дальше садитесь на какой-либо транспорт. Но только не через центр. Я предполагаю, что может произойти. А это был только спектакль, репетиция. Это не была случайность, насколько я понимаю, как специалист по национальной безопасности. Транспортный коллапс на проезжей части, давка людей, согнанных на тротуары, не работающий метро. Я не знаю, кто лично отвечает за такую организацию движения в центре Москвы в празднике, но я точно знаю, что маршрут этого путешествия в Рождество придуман человеком, который ровным счетом ничего не смыслит в городском хозяйстве и управлении транспортом. Но главное, очень уж не любит жителей столицы. Вот такой крик души от Ирины Мишиной я прочитала вам, чтобы вы, москвичи, понимали, что это только начало, что москвичам уготовано нечто большее. И лучшее, если вы работаете и живете на окраинах, потому что центр города однозначно будут перекрывать и однозначно будут пострадавшие. Ведь каждый из вас стремится в центр, а особенно в праздники. Советую, это просто мой совет от души, не справляйте праздники в центре Москвы. Там красиво, туда завлекают иллюминации красивыми цветными лампочками, мигающими лампочками. Однако же, старайтесь в этом году, в 2019-м, избегать всех праздников в центре Москвы. Я Таня Карацуба, Сиинбургхан.